Всем привет! В этом сериале про сетевые технологии мы сейчас поднимаемся на самый верх стека протоколов и обращаем особое внимание на HTTP. Это протокол, занимающий пару самых верхних уровней модели взаимодействия открытых систем и в вольном переводе с английского языка имеет название протокола передачи гипертекста. Уверен, что понятие гипертекста или нелинейного текста знакомо почти всем. Но если быть предельно кратким и понятным, то простой текст читается линейно от начала и до конца, а в научных статьях очень приветствуются ссылки на другие статьи, книги и прочие источники. Если читатель во время изучения одной статьи захочет поглубже ознакомиться со ссылкой, то он может очень быстро перейти по ней, в необходимой степени ознакомиться с материалом и вернуться обратно к чтению основной статьи. Как можно понять, с бумажными источниками информации это делать не слишком удобно. Но с появлением массовых настольных компьютеров, ученые самыми первыми оценили достоинства нелинейного чтения текста и все удобства, предоставляемые вычислительной техникой. Разработанный учеными формат гипертекста и программа для его отображения, называемая браузером, оказались полезными не только научному сообществу. Но и спустя несколько лет пришлись по вкусу массовому потребителю, получившему доступ во всемирную паутину. Для начала предлагаю бегло осмотреть устройство этого гипертекста. Для этого отмотаем 30 лет в прошлое и окунемся в особенности разметки документа, давшие возможность нелинейного чтения. Текстовая информация снабжается так называемыми тегами, дающими браузеру необходимую информацию о том, как отобразить ту или иную информацию, выделить заголовки, поместить тезисы в список, отрисовать таблицу и другие возможности. Совокупность тегов называется языком гипертекстовой разметки. Этот язык имеет аббревиатуру HTML. Первая опубликованная версия этого языка содержит совсем уж небольшое количество тегов и обеспечивает весьма скудные возможности отображения страниц. Со временем новые стандарты языка вносили все больше и больше возможностей и проводилось все больше работы над ошибками. Главным преимуществом сети интернет является доступ к ресурсам удаленных компьютеров. Простое чтение гипертекстовых документов на локальной машине – это совсем не то, к чему стремилось человечество. Задачей, создаваемой в начале 90-х годов всемирной паутины, являлось обеспечение массового удаленного доступа к этим гипертекстовым документам. Протокол, называемый транспортным гипертекстовым с аббревиатурой HTTP, это на редкость простое соглашение между браузером и сервером, предоставляющим страницы. Все соглашение – это текстовое сообщение, передаваемое внутри TCP-датаграм. Первым словом обозначается метод, с которым браузер обращается к серверу. Get – это один из самых популярных, обозначает запрос страницы. Далее расположена строка с адресом запрашиваемой страницы. После версии протокола транспорта гипертекста следует доменное имя сервера для тех случаев, когда на одном физическом сервере развернуто несколько веб-сервисов. Далее расположена дополнительная информация, касающаяся допустимого мультимедийного наполнения страницы, предпочтительного языка, способа сжатия данных, параметров запроса и с помощью какого браузера был совершен запрос. Ответ сервера начинается со строки статуса и продолжается заголовком с важной для браузера информацией. Это дата и время выдачи ответа, название программы, выполняющие роль сервера веб-страниц, операционная система, в которой выполняется сервер и другая информация. После заголовка начинается передача самой страницы гипертекста. Метод Head позволяет получить только лишь заголовок страницы. К пятой версии языка HTML появилось огромное количество возможностей для отображения не только статичной графики, но и проигрывания мультимедийных потоков, интерактивной работе с трехмерной графикой, созданию интерфейса пользователя и многих других. Однако при обработке браузером текста с исключительно одними тегами, получается видимый документ имеющий определенную структуру, при этом его внешний вид совершенно не изобилует тем, что сейчас называют дизайном. Текст имеет один размер шрифта, заголовки другой, ссылки помечаются синим цветом и подчеркнуты, но в основном не более того. К сожалению, HTML теги не обладают большими возможностями для более тонкой настройки внешнего вида документа. Чтобы не изменять стандарт языка были придуманы так называемые таблицы стилей. Это текстовый документ, содержащий в формализованном виде описание свойств объектов страницы документа. Браузер обрабатывает теги гипертекста, а также таблицы стилей объектов, размещенных на странице, и после этого отрисовывает элементы страницы в том виде, в каком они задуманы дизайнером. Это позволяет добиться единообразия в отображении документа разными браузерами, хотя, конечно же, особенности реализации разных браузеров приводят к небольшим деформациям в дизайне. Еще одной неотъемлемой частью гипертекстовых страниц стал текст на языке программирования JavaScript. Во-первых, средствами языка можно получить доступ к элементам страницы и менять их свойства в зависимости от тех или иных событий. Так достигается эффект анимации при взаимодействии с пользователем. Во-вторых, большое разнообразие элементов страницы поспособствовало появлению и развитию такого явления, как веб-приложение. Это когда приложение выполняется на сервере, а браузер выступает в роли так называемого тонкого клиента, отображающего графический интерфейс пользователя. Как мы уже знаем из прошлых выпусков, между сервером и браузером может быть несколько тысяч километров и несколько маршрутизаторов, накапливающих все приходящие пакеты в очереди для коммутации на выходные порты. Каждое нахождение пакета в очереди – это существенные потери времени, а потому при взаимодействии с пользователем очень желательно производить некоторые вычисления не на стороне сервера, а тут же на компьютере клиента. Совершать обмен данными с серверным приложением лучше в самых необходимых случаях. В такой ситуации язык JavaScript даже со всеми его недостатками – это весьма подходящее решение. Долгое время интернет обходился без шифрования данных, передающихся между клиентом и сервером. Для чтения гипертекстовых документов этого было вполне достаточно. Но для задач электронной коммерции и оплаты услуг при помощи банковских карт, открыто передаваемые личные данные – это уже угроза их перехвата злоумышленникам и последующего мошенничества. Очевидно, что для расширения спектра услуг, предоставляемых в мировой паутине, появление шифрования данных – это был вопрос времени. Современный протокол шифрования ТЛС или в вольном переводе защита на транспортном уровне основан на более старом протоколе, опробованном еще в 90-е годы прошлого века. Задачами шифрованной сессии являются скрытие данных от посторонних глаз, проверка авторства передаваемой информации и контроль целостности информации для исключения фактов ее подмены. Общий замысел протокола таков. После установления TCP-сессии между клиентом и сервером начинается процесс переговоров на предмет создания зашифрованного канала, поверх которого и пойдет дальнейшая передача данных протокола HTTP. Выбирается версия используемого протокола, происходит обмен открытыми ключами шифрования. Сочетание открытых и закрытых личных ключей клиента и сервера позволяет использовать асимметричный способ шифрования данных. Далее происходит обмен сообщением, причем сервер проверяет лишь его контрольную сумму, шифрует и отправляет клиенту. Клиент расшифровывает полученное сообщение. Если оно в норме, то шифрованное соединение считается установленным. Это довольно длительная операция, поэтому при ранее имевшемся контакте клиента с сервером можно сократить всю церемонию. Учитывая все вышесказанное, процесс запроса и получение веб-страницы теперь является довольно продолжительным. Сначала браузер отправляет запрос на установление IP-адреса сервера по имеющемуся доменному имени. После ответа от сервера имен, браузер может отправить IP-пакет по конкретному адресу. Затем устанавливается TCP-сессия, установление шифрованного канала связи, а после уже происходит запрос браузера на выдачу страницы. Даже на этом этапе между браузером и сервером происходит большое количество обменов пакетами. Далее сервер начинает обрабатывать запрос, исполняя программный код, называемый бэкэндом. В настоящее время уже существует огромное количество инструментов создания веб-приложений для самых взыскательных разработчиков. От самых первых библиотек для языка PHP, до ультрасовременных фреймворков на основе компилируемых языков программирования Go или Rust. Богатство изобразительных возможностей связки языка гипертекстовой разметки, таблиц стилей и исходного кода на языке JavaScript, позволяет делать самые невообразимые интерфейсы взаимодействия с пользователем. Это послужило началу сравнительно нового направления в разработке приложений. Классические приложения для настольных компьютеров, для отрисовки графического интерфейса пользователи, традиционно использовали возможности операционной системы или графического сервера, если речь шла о Unix-подобных операционных системах. Это во все времена доставляло неудобства разработчикам. В разных средах отображение элементов интерфейса имело свои особенности. Кроссплатформенность приложений хоть и была реальностью, однако без шероховатостей не обходилась. В случае использования браузера в составе приложения вопрос о гладкой кроссплатформенности приложений решается уже в гораздо большей степени. Приложение имеет как клиентскую, так и серверную части. Единый встраиваемый браузер в разных операционных системах отобразит графический интерфейс приложения в едином стиле и во всем богатстве выразительной способности инструментов, и именно в том виде, в котором его задумывал дизайнер. Выполнение клиентской и серверной части на одном компьютере упрощает вопросы шифрования и необходимой скорости обмена данными между ними. В последние десятилетия в так называемой войне браузеров произошли довольно существенные события. Интернет-эксплойер как браузер, изначально установленный на одной из самых распространенных операционных систем Windows, на самом распространенном домашнем типе компьютеров, сдаёт позиции в пользу новичка, уверенно берущего вершины. Этот новичок браузер Chrome от одного из лидеров в разработке программного обеспечения Google. Их браузер это сам по себе очень хороший продукт, но всегда оставался вопрос, какую пользу приносит компания бесплатный браузер, на который потрачено уже астрономическое число человекочасов самых высокооплачиваемых программистов этого мира. Google не зря называется высокотехнологичной компанией. В её офисах проводится немало исследований, своевременно вскрывающих проблемы современности и постоянно ведутся поиски возможных решений. Как уже говорилось в прошлом выпуске, протоколы транспортного уровня TCP и UDP на современном этапе развития сетей связи уже не могут проделывать свою работу на достойном уровне. UDP всё ещё хорош для задач трансляции мультимедийных данных, а вот протокол гарантированной доставки данных TCP в условиях большого распространения Wi-Fi и 4G сетей начинает сдавать свои позиции. При потере части пакетов начинается долгая процедура ожидания квитанции об их доставке, а при долгом отсутствии квитанции происходит повторная передача потерянных частей сессии. Эти повторные пакеты также могут быть потеряны. Недоставка пакета ранее могла быть связана с перегрузкой маршрутизаторов, однако умные алгоритмы сети интернет довольно хорошо справляются с балансировкой потоков данных. Сейчас большую остроту проблеме потери пакетов создают радиоканалы на последних метрах до потребителей. Мы привыкли абстрагироваться от многих проблем и не задумываться над тем, как радиоволны проникают сквозь стены зданий. В каком месте квартиры лучше всего расположить роутер, и что происходит с сигналом, когда мы просматриваем свои социальные сети через смартфон, передвигаясь в транспорте. Физика распространения радиоволн и постоянно существующие в эфире помехи абсолютно беспристрастно вызывают ошибки приема бит и как следствие нарушения целостности передаваемых данных. Исследования компании Google показали, что в процессе установления шифрованного канала связи немало лишних действий. Кроме того, чтобы устранить задержки, возникающие при повторной передаче пакетов, лучшим решением является использование избыточных помехоустойчивых кодов, исправляющих эти ошибки. Вместо установления TCP-сессии можно использовать знакомый всему сетевому железу и программам протокол UDP, однако при этом необходимо инкапсулировать в него свой собственный протокол, выполняющий одновременно все ранее озвученные задачи. Это установление шифрованного канала, исправление ошибок и упрощение всех процедур установления связи между клиентом и сервером. Вполне логично, что частная инициатива одной компании разом не изменит текущего положения вещей, и для того, чтобы новый протокол вытеснил существующий, необходимо, чтобы и сервер, и клиент поддерживали новый порядок. А если у компании есть свой браузер, то это совершенно точно оправдывает годы его разработки. Проверим наши догадки. Для этого скачаем самый свежий сетевой анализатор и попробуем обратиться к ресурсам сети интернет как с браузера Chrome, так и с предустановленного Explorer. Делаем запрос в поисковике Google через браузер от той же компании. В сетевом анализаторе перехватываются пакеты, опознаваемые как протокол QUIC, где в датограммы UDP вложены структуры данных нового протокола разработанного в Google. Для удобства можно отфильтровать именно то, что мы ищем. По нашим предположениям сервисы сети интернет, где еще не введен новый протокол, не смогут ответить пакетами с вложениями QUIC. Давайте попробуем обратиться к Википедии. Фильтрация пакетов с нужным содержимым теперь ничего не показала. Теперь берем Explorer и обращаемся к поисковику Google. По задумке сервис поисковика в заголовке запроса распознает браузер и его неготовность к приему пакетов с новым протоколом транспортного уровня. Так и есть. Поисковик Google отвечает пакетами со старым стеком протоколов, устанавливая TCP-сессию и шифрование при помощи протокола TLS. По сути догадка находит подтверждение. Осталось только тщательно исследовать статистику и найти ответы на все вопросы, в каких случаях новый стек протоколов выигрывает у старого. Видимо только после получения убедительных доказательств, самые технологичные компании начнут дополнять свой исходный код. Конечно же это касается и браузеров. Если не следовать моде сейчас, то уже для кого-то завтра может не наступить. Спасибо за внимание. Все самые интересные материалы выкладываются на ресурсе пульс по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...